Что считать экологически чистой продукцией? Овощи в магазине или на рынке? Однозначного ответа нет. Главное, по словам специалистов, наличие лабораторных анализов. Попросить их вправе любой покупатель, особенно если иностранная продукция вызывает сомнения. Обязательно обращайте внимание на маркировку. Все выставлено на лотках, выставлено все в ящиках. И ящик должен иметь маркировку. И там написано, что там, как там, как называется продукция, откуда привезли, когда изготовлено, и обязаны потребовать, попросить, правильно так сказать, документы, подтверждающие качество и безопасность. Человек мы можем проверить и показать, что все, что мы продаем, здесь все написано и проверено. Тем не менее, есть и визуальные, народные способы проверить фруктную чистоту. Белый налет чаще всего говорит о наличии пестицидов. Ненатуральный чрезмерный блеск указывает на покрытие восковой пленкой. К этому прибегают для лучшей сохранности при транспортировке. Есть люди, которые очень боятся нитратов. Его просто можно на 15 минут в холодную воду положить, и нитраты растворяются. Появилась мордая картошка астраханская. Я ее сама варила. Вот когда при варке, после варки она не чернеет, можно смело есть, что она не нитратная. Главный виновник многих летних отравлений – арбуз – уже появился на прилавках из Узбекистана, Ирана и Азербайджана. Опасность арбузов в том, что они впитывают все токсичные вещества, как губка. Стоит обратить внимание на страну, где вырос арбуз, семечки и цвет прожилок. Арбузы на центральном рынке проверены в лаборатории. При допустимом содержании нитратов 60 мг на килограмм в этих арбузах всего 12 мг. У незрелого плода, в отличие от зрелого, у него не сухой хвостик, плодоножка такая сморщенная, имеет ребристость, а также блеска отсутствует. И при ударе пальцем арбуз издается такой звонкий звук. Если овощ или фрукт имеет трещины, есть риск, что через них при доставке могла попасть грязь или тяжелые металлы. Трещинами не допускается к реализации. Плод должен быть цельный, во-первых. Но чтобы не поступала туда никакая микрофлора, чтобы не было потом заражений, токсикой инфекции всяких. Вся плодовощная продукция перед тем, как попасть на прилавок, оказывается здесь, в лаборатории. Овощи трут на терке, добавляют реагенты, проверяют органолептику и содержание нитратов и радиации. Распространенную в народе версию о том, что все нитраты скапливаются у хвостика, и верхушки, и в кожуре овоща, в лаборатории опровергают. Если нитраты есть, то они есть во всем плоде. Нитраты считаются канцерогенным веществом, поэтому окажут влияние на здоровье, конечно, превышение содержания нитратов в овощах. Конечно, отравиться одним помидором невозможно. Нитраты накапливаются в организме постепенно. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют покупать только проверенное или, на крайний случай, мыть все с мылом. Обязательно мыть с мылом, в обязательном порядке. И зелень замачивать в крепком растворе соли. И тогда у нас никаких проблем с кишечными отравлениями ни у кого не будет.